Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 58 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Сегодня начну с напоминания о налогах. Если у вас были дивиденды в долларах в прошлом году, то у вас возникнет обязанность оплатить налоги, сформировать налоговую декларацию и заплатить налог самостоятельно. Декларацию надо подать до конца апреля. Для тех, кому стало страшно, существуют сервисы-помощники. На экране один из них. Если вообще не понимаете, как подойти к вопросу оплаты налогов за дивиденды от иностранных компаний, то в первый раз вполне можно сделать и через эту организацию. Они в процессе работы запросят у вас все нужные отчеты. Я и сам сделаю через них целью экономии времени. Кстати, и зарубежного брокера они тоже рассчитают в рамках этого тарифа. И сальдирование тоже будет. Я уже спросил об этом. Для того, чтобы сделали полностью все, как говорится под ключ, вам нужен тариф-инвестор. Ссылку я даю в описании к видео. Ну и конечно же, можно и разобраться и сделать все самостоятельно. Это ваше право. Ничего навязывать и расхваливать я не стану. Сегодня будет очередной еженедельный аналитический выпуск по фондовому рынку. Рассмотрю новости фондового рынка США, России, немного про Европу, Китай, будет доллар и нефть. Будут затронуты вопросы, что сейчас происходит с фондовым рынком, чего ждать, что дальше. Начинаю с американцев. Впрочем, как и всегда, смотрим индекс S&P 500. S&P 500 начал отрастать. Коррекцию начали выкупать, но на момент подготовки материалов S&P 500 корректировался заметно. Снижение было около полутора процентов. Сезон отчетности продолжается. Были очень сильные отчеты. Google, Apple отчитались хорошо, но и не только они. Но были и плохие отчеты. Некоторые из них провальным назвать сложно, но инвесторам не понравились прогнозы и тенденции. И совсем свежего не порадовал Facebook. Там и прибыль снизилась, и перспектива ухудшилась. Ну а в Facebook будет у меня чуть позже. Также чуть позже я коснусь рынка труда. В последнее время много нервов на рынке. Характеризовать общее поведение участников торгов можно следующими словами. И хочется расти, и колется. Участники торгов сейчас все чаще выхватывают отдельные компании и корректируют их на двузначные проценты. Да и новости порой меняют свой знак влияния на рынок на противоположный в течение одного дня. Взять хотя бы омикрон. То все дружно боимся, индекс снижается, то вроде ничего страшного, коррекция выкупается. И так уже несколько раз. Кроме того, вроде начинает проясняться проблема цепочек поставок, но по факту ее влияние на мировую экономику еще очень заметно. А про омикрон можно сказать следующее. Ну вот если в привязке к американцам, то в США сейчас вот такая вот картина. Ситуация явно налаживается, а это означает дополнительную поддержку фондовому рынку, экономике и спросу на сырье. И это стоит учитывать. Ну и предстоящий подъем ставок ФРС тоже стоит учитывать. И инфляцию, и много чего еще. Ну, в общем, это все учтет рынок, естественно. Далее, давайте посмотрим индекс NASDAQ. Есть смысл его посмотреть. Здесь тоже было восстановительное движение в течение нескольких последних торговых сессий, но отчет Фейсбука прервал выкуп этой коррекции. Фейсбук большая и знаковая компания. Есть риск, что она может утянуть весь индекс NASDAQ за собой. Сейчас инвесторы стали очень придирчивые. Некоторые компании снижаются даже при хорошей отчетности, только на небольшом замедлении роста или на снижении прогнозов от руководства. И все это следствие серьезной перекупленности и нервов. Ну, а перекупленность, возможно, будет сниматься из-за высокой инфляции, которая, в свою очередь, стимулирует ФРС повышать ставку и уменьшать ликвидность системе. Высокая инфляция напрягает американцев, политика вынуждена реагировать, ФРС тоже вынуждена реагировать. Так что самое интересное еще у нас будет впереди, предположительно в марте. А я сейчас, как всегда, предлагаю вашему вниманию небольшую порцию статистики. Начну с безработицы. Я традиционно показываю данные по заявкам на пособие по безработице, потому что они являются неким премьерным индикатором реальных увольнений. Текущее положение дел с безработицей в Штатах очень интересно, оно наглядно характеризует восстановительные процессы в экономике, поэтому показываю регулярно. По информации Министерства труда США, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось до 238 тысяч в последнюю неделю января. Спрос на рабочую силу остается высоким, а влияние распространения омикрона очевидно начинает уменьшаться. Далее, индекс PMI Composite. Индекс деловой активности PMI Composite был пересмотрен в сторону повышения до 51,1 пункта в январе 2022 года, но он по-прежнему указывает на наименьший рост активности в частном секторе с июля 2020 года, так как производители и поставщики услуг зарегистрировали значительное уменьшение спроса. Это было влияние омикрона. Но давление на издержки ослабло, так как темпы инфляции входных цен снизились до самого низкого уровня с марта 2021 года. Несмотря на сообщения о проблемах с удержанием и поиском персонала в январе, фирмы частного сектора продолжали увеличивать численность своей рабочей силы. В связи с этим темпы роста невыполненных работ снизились до самого низкого уровня с июня 2021 года. Далее, потребительские настроения в США. Потребительские настроения в США были пересмотрены в сторону понижения до 67,2 пункта в январе 2022 года. Это самый низкий уровень с ноября 2011 года. Известно, что штаммы дельты и омикрон были в значительной степени ответственны за понижение потребительских настроений. Также стоит отметить, что и рост инфляции и падение реальных доходов беспокоят потребителей. Кроме того, общее доверие к экономической политике правительства находится сейчас на самом низком уровне с 2014 года. Все это естественным образом понижает потребительские настроения американцев. В общем, статистика по пособиям вышла неплохая. Индекс деловой активности откровенно слабый. Потребительские настроения невнятные, даже слегка депрессивные. Отчеты по компаниям выходят разные. Нехорошие и плохие. Но инфляция высокая и впереди ужесточение денежно-кредитной политики. Но, правда, начали снижаться риски омикрона. Так что неопределенность по будущему американского фондового рынка возрастает. Ключевым может оказаться именно инфляция и экономический рост. Туда и стоит смотреть. Кстати, это все будет не очень важно, если участники торгов на фондовом рынке решат, что акции стоят дорого и рост у фондового рынка будет неоткуда взяться. Если по совокупности факторов и по преобладанию опасений в головах инвесторов и спекулянтов перевесит страх, то рынок скорректируется в сторону справедливых значений. А проскочит он эти справедливые значения или нет, будет зависеть от степени этого страха и возникшей паники. Сильные движения на рынке – это прежде всего эмоции. Ну и жадность, конечно, тоже. Далее. По традиции должен идти блог про Китай, но сейчас там Новый год и Олимпиада. Местный фондовый рынок не работает. Ключевых новостей о фондовом рынке вот китайском сейчас нет. Поэтому продолжаем дальше. И будет блог про Европу. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии. Ведь именно такие действия помогают каналу развиваться. Это важно для канала. Инфляция в еврозоне превысила уровень в 5%. Это немного неожиданно для экспертов. Рост цен ускорился. Основные причины – это цепочки поставок и рост цен на сырье. Европейский центральный банк уверен, что высокая инфляция – это временное явление. И в будущем она снизится до приемлемых уровней. Ну, это мы уже слышали. В общем, в еврозоне к инфляции относятся попроще, чем в США. Ну, имеют право. Так, далее переходим теперь к российскому инвестированию. Давайте посмотрим российские новости и экономические процессы, так или иначе влияющие на фондовый рынок. Смотрим график индекса Мосбиржи. Сильная коррекция видна хорошо. Импульс на отскок тоже был, но в уверенную тенденцию он не успел оформиться. Выкупать коррекцию мешает сейчас геополитика и возобновившийся негатив у американцев. Хотел бы, конечно, коррекцию посерьезнее увидеть, но это зависит не от моего желания, а от текущих санкционных рисков и от нефти. Далее, как раз таки, давайте посмотрим график нефти. Здесь все немного устаканилось после решения ОПЕК+. Ну и давайте я не стану повторяться, сэкономлю наше с вами время. Если вас интересует мое мнение по перспективам нефти, цены на нефть, то прочитайте мой свежий пост в бесплатном телеграм-канале. Там коротко и емко, как раз по этой теме и с учетом решения ОПЕК+. Вот. Ну а заметно восстановившаяся нефть не смогла серьезно укрепить рубль на фоне остающихся геополитических рисков. Хотя некоторые укрепления все же произошло. И вот в этом видео я традиционно еженедельно осветил факторы, влияющие на курс образования по доллару. Так что, если интересна аналитика по курсу доллара, то вам сюда смотрите. А на сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, да пребудет с вами сила сложного процента.